слюной немного захлебывают цифровой кулак наступил все соки текли по рукам идеальный бургер никакого вам биг тесте прямая дорога к ожирению друзья товарищи это официально один из моих самых крутых роликов про америку если начинал я его на лайте что думал ну ладно пока буду ходить во всякие фастфудные просто подсниму чё там есть в итоге это выросло в часовой обзор всех главных конкурентов макдональдса которые его успешно душат в сша с их меню предыстории обзором рекламы и многим многим другим я очень запарился над этим видосом ровно как и над остальными в рубрике уё поэтому если вы вдруг еще не подписаны тыкните подписаться и тогда youtube распространить большему количеству пользователей помогите моему замечательному проекту и сейчас будет играть моя великолепная заставка меня постоянно спрашивают где взять трек оттуда так вот он есть телеграм канале у с under вместе с очень интересными материальчиками про культурку вот заканчиваю приветствие здрасте вы на канале не помню кто автор этой фразы но я люблю повторять дизайн это половина вкуса и в большую часть заведений которые будут в этом ролике я зашел еще не зная о том что этот ролик буду снимать именно из-за их визуального оформления и в течение ролика вы сможете заметить прямое сходство между некоторыми заведениями со схожим позиционированием если вам как и мне всегда была интересна сфера создания визуала то есть отличная возможность попробовать в яндекс практикуме есть бесплатная вводная часть курса графический дизайнер в которой вы решите практические задачи которые помогут вам понять как вы ощущаете себя в будущей профессии на первом уроке вы узнаете из чего состоит профессия дизайнера и что вообще такое дизайн платить ни за что не нужно там вас научат во-первых основам дизайна дадут базу во вторых графическим программам фигме фотошопу иллюстратору а в третьих созданию мерча лендинга презентации анимации макапов я бы сам этому с удовольствием поучился по итогам обучения вы научитесь применять свои знания на практике и составите портфолио более чем из 8 проектов прямо сейчас на экране вы видите примеры работ выпускников яндекс практикума когда ваше портфолио будет готово специалисты карьерного центра научат вас формировать стоимость своей работы также расскажут как искать заказы как взаимодействовать заказчиком и как вести переписку также имея портфолио вы сможете трудоустроиться в штат компании дальше выбор за вами работать в компании или на себя на фрилансе используйте возможности которые нам сейчас доступны и проходите бесплатную вводную часть курса графический дизайнер сканируйте qr-код на экране или переходите по ссылке в описании под видео любите то что делаете возвращаемся к ролику так почему же это жалкая пародия на вкусные . проигрывает в америке потому что выгоднее расширяться на рынке вне страны дело в том что очень многие истории вот любых бизнесов они заканчивались банкротством именно на этапе слишком быстрого расширения то есть бизнес успешен бабки есть значит нужно больше этого бизнеса и в какой-то момент часто бывает что люди строят больше и больше точек в итоге не все из них успешны а все надо содержать и таким образом вся конструкция рушится из-за того что быстро точку не закроешь даже если она там не очень много денег приносит небольшие компании средние компании даже которые успех в сша имеют они этого боятся у макдональдса киев си и бургер кинга система отлажена гораздо лучше они сами гораздо больше подушка безопасности у них тоже больше поэтому они активно открываются по всему миру а в америке у них гораздо более серьезные конкуренты собственно о всех них и будет сегодняшний ролик но самое разочаровывающее во всем этом что как раз в наших странах они стараются макдональдс и бургер кинг и киев си вендис все пытаются привлечь к себе как можно больше покупателей которые возможно никогда до этого в них не ели поэтому строят лучшие помещения вот например там макдональдс в батуми буквально находится вот в памятнике архитектуры постоянно вводят всякие новые акции взаимодействуют со спортивными событиями море рекламы всякой заказывают вешают даже таблички в городе что макдональдс через столько-то метров в америке же все известные нам сети фастфуда это самый низкий уровень фастфуда то есть киев си здесь это вообще днище абсолютное и серьезная доля заведений вот этих трех основных игроков киев си бк мак они часто представляют из себя просто киоски то есть да там как бы в них можно зайти но там просто касса там иногда даже сесть негде где ты берешь из очень ограниченного количества позиций очень средненького качества еду и куда-нибудь подальше уё а при этом контингент который там обитает он тоже не очень классный на манхэттене например на самые галантные бездомные которые открывают вам дверь в макдональдс и спрашивают у вас не найдется доллара для меня киев си и бургер кинг я в этом ролике даже показывать не буду но про макдональдс пару слов скажу я помню что вот когда я в москве жил да и даже в грузии условно каждые несколько месяцев постоянно что-то новое продолжают устраиваться рекламные акции акции с новыми товарами для того чтобы привлекать больше и больше клиентов и при этом то что они там собирают она каждый раз кардинально отличалась от того что обычно есть макдональдсе там вот последнее что было в грузии это невероятно вкусный гол бургер если когда-то в какой-то стране его снова введут чуваки рекомендую настоятельно гол бургер ну а прямо перед этим был какой-то выебистый итальянский с рукколой и вот всяким таким здесь совершенно подобного нет за восемь месяцев что я тут было всего две акции и предыдущие это был просто соус просто соус к наггетсом в честь какого-то аниме они выпустили не ту временно и точно тоже не всегда он был нет ладно было два соуса но прикиньте вот эта сезонная акция это всего два соуса и больше ничего но сейчас как будто специально под съемку моего видоса что-то новое тут появилась и я вам это с удовольствием покажу но чтобы я сейчас не взял это совершенно не будет отражать мой классический обед в макдональдсе здесь здесь я всегда беру тот самый четвертьфунтовый бургер вот из диалога в криминальном чтиве и знаешь как париже четвертьфунтовый сыром называют не четвертьфунтовый сыром у них метрическая система они не знают что за хрен четверть фунта и как же тогда вот так рояль с сыром рояль с сыром точнее а как биг мак биг мак это биг мак только у них ле биг мак ла биг мак и там вроде в этом диалоге они приходили к тому что у нас это называется royal cheeseburger но это реально не то же самое и вот решил вам доснять что представляет из себя четвертьфунтовый бургер который на английском правильно произносится как water pounder невозможно бля для моего русского рда но я совсем забыл что то что я всегда беру это не просто четвертьфунтовый бургер это четвертьфунтовый бургер cheese deluxe ну то есть понимаете вся вот эта вот начинка с салатиком помидорками и всем остальным это как бы экстра то есть в обычной версии этого всего нет вот как выглядит самый обычный четвертьфунтовый бургер и это конечно печально но вот по моему это прям идеальный бургер как он должен быть многие говорят что макдональдс в америке гораздо менее вкусный чем в россии и в европе могу наверное согласиться здесь он более такой жирный и какой-то ну не насыщенный что ли но я вот не могу сказать что я бы об этой разнице задумался если мне про нее все не говорили но вот как раз вот эта вот жирность которая прям заметно повышенная она в случае с четвертьфунтовым бургером она так ему идет по-хорошему главное интересное отличие местного мака которые я показывал это возможность вот он предлагает сейчас залогиниться и вот если вы будете просто сканировать qr-код со своей какой-то акции которая есть у вас в телефоне то он вас сразу узнает и предложит вам какие-то штуки скидки накопить бонусы и всякое такое ну и собственно здесь вы можете увидеть как бы всю бедность меню что вот то самое новое что я заказал что по сути просто немного прокачанный чикен бургер в двух версиях одна из которых делюкс обыкновенные гамбургеры обыкновенные чизбургеры вот тот самый самый интересный четвертьфунтовый и у всего просто опции одна котлета две котлеты добавить бекон чикен бургер фиш бургер как бы чуть-чуть другой чикен бургер называющийся маккриспи все на этом бургеры закончились никакого вам биг тесте никаких вам роллов хотя я их и не любил всегда просто печально и здесь есть value меню что должно быть как бы дешевое да но в итоге как вы понимаете три с половиной бакса то есть 300 рублей стоит маленькая картошка мак чикен 400 рублей дабл чизбургер 400 рублей понятно что местные американцы не мыслят рублях но условно за цену 6 готовых наггетсов здесь в трейдер джо например можно купить целую пачку пельменей и глобальная штука про вообще америку что здесь бизнесу нужно гораздо меньше изъебываться поэтому гораздо меньше всяких вариантов типа супер скидка по промокоду купону и вот всякое такое я помню что коды из приложения burger king обеспечивали просто твою жизнь невероятно там 150 вариантов разных скидок всегда было здесь я подобного почти нигде не вижу и вот только в приложении макдональдса можно какие-то приколдезы получить и вот прям сейчас я заказал не через киоск а через телефон потому что у меня там вот 20 процентов скидки мне сделали вместо 15 долларов получилось 12 как бы спасибо мне еще прикольно что когда какая-то нью-йоркская команда выигрывает в бейсбол или баскетбол то полагается бесплатная картошка чтобы это отпраздновать прикольно и еще прикольно что есть разные странные напитки вот как раз та самая акция с какой-то анимешной штукой было и опять же это вкусу моему напитку никакого не дало просто иероглифы прикольные вот но зато есть всякие странные лимонадики фроузен дринки и много других приколов классно но лучше баблять бургеров больше сделали и это единственный раз в этом видосе когда я буду есть дома и особо не рассказывать вам про бургеры потому что ну во первых это макдональдс и в нем нет ничего интересного вот клево что в мое имя не знаю шикарно из приложения коробки из вот такого переработанного картона написано вкусы для любви и вот собственно ну по сути это просто чикенбургер с беконом и каким-то горчичным соусом криво собранный что-то выпало все после съедения могу сказать что он был немного островатый во всем остальном да просто немного прокачанный маккриспи то есть чикенбургер все и вот вы посмотрели на то как не старается макдональдс а теперь я начну показывать вам тех кто старается и больше всех старается самое элитное бургерное заведение шейк-шак шейк-шак это самый дорогой но еще и самый молодой из сегодняшних фастфудов он открылся только в 2001 году и начинался как ларех с хот-догами в нью-йорке но открыл его дэнни майер это опытный ресторатор который в тот момент уже управлял рестораном с тремя мишленовскими звездами и больше всего в своей жизни боялся банкротства потому что его отец пережил аж два этих банкротства и вот сам по себе этот образ того что ему не хватит денег из-за слишком быстрого расширения приходил к нему в страшных снах и в качестве буквально эксперимента он отправил несколько из своих неиспользуемых сотрудников в мэдисон сквер парк чтобы они продавали там хот-доги но с ингредиентами и уровнем обслуживания как в хорошем ресторане эксперимент начал продвигаться гораздо удачнее чем ожидали создатели и в какой-то момент киоск начал содержать но не прям полностью но по крайней мере финансировать мишленовский ресторан с тремя звездами и с наплывом посетителей сам киоск разросся и ночью в ресторане опять же с тремя мишленовскими звездами заготавливали фарш и после этого руками таскали его в мэдисон сквер парк вот тот самый киоск шейк-шак который находился неподалеку но даже после успеха киоска дэнни майер не избавился от своего страха расширяться и следующей точки шейк-шака пришлось ждать долго но когда ее открыли она тут же вдвое обогнала по выручке оригинальный киоск и следующие рестораны быстро начали открываться в нью-йорке а потом в арабских эмиратах и в общем сейчас шейк-шак это фастфуд наиболее приближенный к ресторанному уровню честно говоря в этот раз не повезло и мы оказались в одном из самых некрасивых шейк-шаков там вообще сзади просто какое-то подсобное помещение обычно это выдержанный вот в черном и древесных тонах помещения на такие именно с привкусом элитности картошка здесь вот такая рифлененькая ничего необычного бургер очень маленький по любым меркам и американским и неамериканским то есть мы как бы виден размер по сравнению с моей ладонью вот но они реально дьявольские вкусные ингредиенты очень хорошие я сейчас честно говоря слюной немного захлебываюсь также можно к этому взять местное пиво от бруклинской пивоварни это совершенно шикарно если вы в нью-йорке или где-то еще в америке где продается что угодно от брюклин брювери брювери рекомендую на расстояртельно у меня в комментах периодически спрашивают почему я вообще не пью пиво и говорю про пиво я реально пью его не слишком часто и я категорически не рекомендую вам там пить пиво каждый день и все такое но гастрономическом смысле ребят я не могу представить что я когда-то откажусь от горького пива к еде вот тоже жареное мясо как например в этом бургере а здесь это именно очень хорошее качество фарша вот у меня ассоциируется если сравнивать с москвой какими-то именно прям жестко модными бургерными не типа фарша вот там странный был вкус у мяса а типа бургер heroes когда фарш у него прям богатый вкус то есть он вот широкий это говорит о хорошем качестве мяса и с ним горькое пиво ну а сырного соуса нет из интересного меню предлагает нам бургер с авокадо и беконом бургер с грибной котлетой бургер с грибной и мясной котлетой также фирменные шейки фирменные лимонады которые реально вкусные изобретательные фирменная вода также из всех сайтов фастфуда которые будут сегодня это единственный на котором есть здоровенный отдел с мерчом тут вам и носки и кофты и спортивки вот как раз поел ресторанный бургер и в спортивных штанах и носках шейк-шак побежал на пробежку сжигать калории но конечно мое любимое это то что здесь можно заказать вино в банке да прям вот вам белая савиньон блан и если вы считаете что это какая-то блаш и вообще вот совершенно лишняя то ну товарищи ну вот съездите например в грузию закажите хороший кусок мяса а к нему белая цинандалия вот ваша жизнь разделиться на до и после по итогу округляя за этот обед в шейк-шаке было отдано 22 доллара и стоили ли как бы продукты даже включая вот все что можно включить столько нет конечно и очень много способов гораздо дешевле но поесть в нью-йорке и вкуснее и больше и интереснее и так далее но во многом мне кажется это деньги именно за то чтобы оказаться в приятном заведении иметь возможность заказать вино не обожраться что я думаю для многих американцев важно и также это безусловно служит фильтром для контингента которая оказывается в этом заведении потому что я например если бы не этот ролик в шейк-шак сейчас не пошел и сейчас я направляюсь в наверное мой самый любимый местный фастфуд на которого я вообще не видел нигде на постсоветском пространстве это несложно объяснить потому что здесь мексиканская культура гораздо актуальней очень много чуваков с происхождением из того региона и тако белл это просто прелестное место там не будет ни бургеров картошка фри там может и есть кто кому она там нужна это вообще не про это там будут такос бурритос кисадильас и все остальное таку белл это американо-мексиканская кухня почему не просто мексиканская потому что это именно то как американцы представляют мексиканскую кухню например как говорил мне один из американцев что в мексике так-то вообще не принято класть на все подряд сыр и это именно американская фишка и этот факт подтверждает то что в мексике тако был вообще не популярен они много раз пытались там открыться и в первый раз они зашли как мексиканская кухня туда вообще никто не ходил в следующий раз они открылись как американская кухня и туда все равно никто не ходил поэтому куда только таку белл не добрался своей франшизой но якобы вот они мексиканские но в мексике они никому не нужны поэтому американо-мексиканские собственно появились они в калифорнии в 1951 году и тогдашний создатель глен белл конкурировал с макдональдсом но получилось у него выделиться именно за счет своих таку и кстати белл это не в честь колокола на логотипе это буквально фамилия создателя невозможно не упомянуть рекламные компании таку белл в одной из них например был джонни кэш а в 2001 году таку белл отличился невероятным ситуативным маркетингом дело в том что именно в том году станция мир наша сошла с орбиты и собственно направилась на землю горела в атмосфере и ученые тогда рассчитали что некоторые обломки упадут в тихий океан таку белл разместили в тихом океане мишень на которой написали бесплатные тако здесь и пообещали что если обломки космической станции мир что мол вот хотя бы один из этих обломков удариться в эту мишень тогда каждому американцу гарантируется бесплатный такова ни один обломок не ударился но по моему акция прикольная сейчас так у белл это один из самых популярных фастфудов в америке настолько популярный что одна из точек была в тюрьме гуантанамо но наверное самое крутое что случилось таку беллом это что их тортильи используют наса на космических станциях дело в том что они не могут доставить туда булки например потому что они занимают много места и плохо поддаются прессовки а вот так а вернее тортильи отлично с этим справляются и конкретно тортильи так у белл хранятся до 12 месяцев и занимают совсем немного места не сложно догадаться что фишка така было это именно так вот и специально для вас я взял вот самую базовую местную опцию правда здесь вот начинка прокачанная но по сути это просто в такой лаванж который навалено разная начинка там как правило мясо вот такой вот салат из помидоров и зелени и до базара нет это очень вкусно но однажды мне советовали заведение которое называется лос такос и мне это советовал прямо настоящий мексиканец говорит там вот все лучшее но там это очень неудобно есть сам этот кусок тортильи наверное он слишком маленький и начинка она жирная короче все растекается я знаю что многие любят вот когда едят чтобы них все соки блять текли по рукам я такое не очень люблю это совершенно непрактично здесь все продумано и честно говоря вот такую самую обычную опцию так я почти никогда не беру какие еще есть самое вкусное по моему которую я в этот раз не взял это с хрустящей корочкой она есть белая желтая и рыжая и рыжая самое сырное самое вкусное и есть еще вот такое supreme так вот в хрустящей обжаренной лепешки самый кайф это что можно взять много всего разного и у тебя обед может быть по-настоящему составной вот то что я тоже специально для вас взял это бурида которая выглядит не слишком аппетитно потому что сверху так еще расплавили сыр в прессе в основном конечно наполнением служит фарш вот он здесь и в буррито и в таку но чем хорошо так и как блюдо что в отличие от многих фастфудов здесь есть опции ну хоть какое-то количество овощей съесть что безусловно хорошо еще очень круто вот сможете ли вы здесь это увидеть вот это вот красная штукенция который тот торчит и похоже на колбасу это на самом деле такие сухарики с разными вкусами которые они везде добавляют и это просто потрясающе и так у было то одно из немногих мест в америке в которых реально есть сырный соус и как видите это совсем не то что мы привыкли называть сырным соусом это именно такая как будто расплавленная сырная масса из интересного в меню есть например bowl который накормит вас и рисом и бобами и другими классическими ингредиентами которые обычно идут в таку но это прям может стать таким вот знаете обедом бодибилдера также есть всякие извращения с тортилиями как например мексиканская пицца и если вы каким-то образом не наедаетесь всеми этими таку буррито и так далее есть кранч рэп который переводится как хрустящий сверток и вот собственно эти свертки это наверное самая большая одна единица еды что можно взять в таку bell и собственно всего разнообразия буррито тако кисадильи и вот всех остальных штук я не смогу вам перечислить потому что по сути это перемиксованные между друг другом ингредиенты но что точно хочется отметить что таку bell это прям вегетарианский рай потому что многие из ингредиентов в этом фаст-фуде они не содержат никакого мяса в себе и из разного сочетания этих опций рождается прям полноценное вегетарианское меню что не менее важно так а был это дешевое место особенно по американским меркам и особенно особенно по нью-йоркским меркам и мало того что сама по себе мексиканская кухня это про нажористость за минимальную сумму то есть там очень много добавляют разные бабы рис фарш и как например то что я вам до этого показывал что внутри одной тортильи то бишь лаваша покрошена другая тортилья просто сушеная и соленая и это прям вкусно но я это к чему к тому что помимо того что сама по себе кухня концептуально недорогая до такой был еще и предлагает ультра дешевые варианты в духе между двух тортиль и просто расплавили сыр и таким образом это стоит минимально возможных денег и для всех бедных студентов так обл могу настоятельно посоветовать безусловно все заведения нью-йорка и даже все те что я посетил вообще они в этот видос не влезут но возможно во мне вот помирает мексиканец потому что здесь есть очень много разных мест в которых так или иначе вот мексиканскую кухню переделывают под стрит-фуд и адаптируют по-разному и преломляют и не было еще ни одного которая по мне не понравилась прямо сейчас товарищи я пойду в файф гайз я бы с удовольствием стал прямо напротив заведения но что-то ветер сегодня прям жесткий и файф гайз это место в котором я не смогу не обожраться вот знаете я думаю много людей как бы оценивают качество заведения потому насколько у них убедительные порции вот я заплатил ну и хоть наемся вот тут вы наедитесь за троих и шансов этого не сделать у вас просто нет создатель файф гайз в 1966 году которого зовут джерри мюрал занимался самыми разными бизнесами но ни в одном не имел успеха зато уже имел четырех сыновей от разных браков и в какой-то момент он спросил их вот у меня есть отложенные для вас деньги на учебу а у вас теперь есть выбор либо вы все пойдете в колледже либо мы сейчас с вами вместе откроем ресторан естественно все дети согласились на то чтобы этот ресторан открыть и в процессе работы родился еще один пятый ребенок и соответственно файф гайз это пять сыновей джерри мюрала использовать все деньги на их обучение пришлось потому что никто не собирался давать кредиты безуспешному бизнесмену но однако же несмотря на то что им приходилось работать на ушатанном оборудовании которые они сами чинили открылись они в неудачном месте города сам подход в итоге вывел их на вершину заключался он в предельной простоте и качестве впереди всего остального они выбирали ингредиенты не по принципу могут ли они себе это позволить а по принципу лучшего качества картошку они выбрали буквально взяв ее в лучшем месте в штате которые они знали то есть смысле она продавалась на одной из ярмарок и так как это была лучшая картошка что они сами пробовали они прям брали ее оттуда по сей день в их сети нет ничего замороженного булки они выпекают сами и вот как яркий пример этого а у них вот вообще не было никакой рекламы никогда и распространяются они что называется с помощью сарафанного радио настолько жестко что у них в заведении висела табличка если вы торопитесь рядом есть куча заведений с бургерами то есть мол да у нас вам возможно придется подождать чуть подольше но зато вы получите по-настоящему хороший продукт собственно five guys не тратится вообще ни на что что считают лишним это одно из самых коротких меню во всех фастфудных сетях у них нет брендинга на пакетах и довольно скромный дизайн самих ресторан вот здесь можно видеть что входит в обычный бургер то есть all the way это все а так вы можете взять себе майонез жареные грибы салат соленые огурцы томаты кетчуп жареный лук а и горчицу и вообще five guys это такой мне кажется консервативный подход к созданию бургеров здесь довольно мало дизайна а сам вот этот вот дизайн отсылается к классическим дайвером классическим бургерным ничего лишнего и сама по себе тема что ты каждый раз выбираешь что именно будет в своем бургере при том что вариантов очень мало типа гамбургер чизбургер большой гамбургер большой чизбургер и по сути без особых прикрас но то что ты самого собираешь каждый раз делает его как бы ровно таким какой ты хотел и главная ошибка которую при мне уже отпускали мои русские знакомые друзья это нам кажется что как бы все что можно добавить это дополнительно за дополнительные деньги а здесь и так дорого но если вы им скажете ничего не добавлять они буквально дадут вам просто булки с котлетой так что не совершайте таких ошибок распаковываем наши чудеса и вот так вот выглядит консервативный строгий бургер с грибами маринованным луком помидорами попробуем да это и классическая фишка этого заведения что насыпают картошку они не в упаковку картошки а прям в пакет и поэтому ну вот понимаете вот как бы вот маленькая половинка от всего пакета это реально упаковка от картошки если даже попробую ее достать ну вот как бы да это я взял маленькую картошку вот стаканчик и вот сколько там еще лежит эта фишка то есть вот не жалеют они картошки при этом картошка которую они настолько не жалеют по честному вкусные и хочу обратить ваше внимание что это маленький чипбургер вот я половину от него отъел можете сравнить да с моей ладонью он нифига не маленький но называется маленький и вот это вот картошка который пол пакета этого заполнено это тоже маленькая картошка оригинальный с двумя котлетами я вам для чистоты эксперимента мог бы его взять но вы помните я в одном из видосов говорил что я в америке набрал потом опять скинул так вот я опять набрал поэтому little cheeseburger little fries and nothing else что безусловно хочется отметить как плюс five guys то что здесь все ингредиенты они вот имеют какой-то такой домашний вайп в плане что у картошки вкус прям картошки то есть она здесь подается с кожурой то по моему вкусно и классно но вот знаете как макдональдсе у картошки какой-то вот свой вкус и такой картошки ты дома точно никогда не получишь это вот какая-то внутренняя фишка то же самое относится к мясу то же самое относится вообще вот ко всему остальному здесь мало того что вкус всех ингредиентов вот так он такой вот прям как надо это вот грибы они не превращены ни во что они именно вот грибы лук он лук и мясо но мясо хотят никто не задумывается ни о каком медиум рире и о чем это именно знаете вот что называется смеш бургер то есть они вот раздавливают эти котлеты она получается тонкий прожаривается вот прям полностью зато быстро и как раз когда ешь это свежим это прям вкусное классное мясо так вот на кассе здесь даже висит табличка с какой фермы локальный привезена сюда картошка типа поддерживаю местных фермеров все такое но видимо фермеры как бы не жалеют ни нас не их потому что вот этот обед мне обошелся в 20 долларов это по меркам фастфуда совсем не дешево но я прям представляю и тоже здесь могу увидеть класс американцев на которых это рассчитано это вот те кто уже посостоятельнее такой действительно средний класс который готов отдать как бы чек ну на 20 на 30 процентов больше обычного фастфуда ради того что бургер был как они хотели и прямо из хороших ингредиентов но безусловно вот подобный подход к заведению вот нажор несмотря на то что такого стереотипного вашего батю он обрадует это прямая дорога к ожирению вот представьте что вы здесь взяли все обычные опции не уменьшенные и у вас огромный бургер с двумя котлетами бешеное количество картошки которые еще топом насыпали вы взяли вот эти вот бесплатные орешки ими тоже обожрались и у вас блять норма калорий за три дня употреблена за один прием пищи и после этого вы сядете в свой трак и будете там вот покатиться к себе в дом не потратив ни одной калории и это прямая дорога к тому чтобы у вас растянулся желудок и вы постепенно дошли до того что вам здешние порции ну нормы только вот двери что-то маловато как я уже упоминал до этого они не делают ничего лишнего чтобы сосредоточиться на качестве того что они умеют по-настоящему и в их меню кроме того что я уже описал есть хот-доги и картошку помимо самой обычной опции вы можете взять в каджунских специях все и кстати здесь прямо напротив five guys находится джерман дюнер кебаб и это одно из моих самых больших разочарований в нью-йорке потому что я здесь нахожусь в активном поиске хорошей шурмы и на брайтон бич но она неплохая но вообще далека от того что я называю шурмой там и картошка фри сыр и все остальное то есть это я бы это назвал вкусным роллом но не прям шурмой а здесь казалось бы в германии шурма откуда взялась от турков которые должны быть мега экспертами в этом до турецкая традиция делать шурму она отличается там от той же русской например правильнее сказать кто который мы привыкли в россии но здесь это разочарование я вот все перечисленные варианты шурмы пробовал и турецкую и грузинскую и еврейскую и вот русскую можно сказать но понятно что вряд ли это русские придумали ну короче суть в том что это именно в первую очередь сделано без любви ингредиенты хороший лаваш хороший мясо хорошее все хорошее но кладут слишком много салата и как будто сами не хотят чтобы это было вкусно то есть именно вот вот казалось бы все у людей было но вот души в этом не было короче товарищи я в чикфиле я не записал подводку на улице потому что там ко мне подошел очень заповатого вида бездомный я был в футболке секта сейна и он такой ты напоминаешь меня в мои времена молодости когда был фестиваль biohazard и какой вывод если вы не будете покупать футболки секта сейна то я тоже стану бездомным у нас про чикфиле вообще по моему никто не слышал но в америке эта сеть больше чем киевси собственно название слов чикфиле это игра слов в виде ну во первых да как бы чикен филе а во вторых это знак качества то есть эй это первая категория таким образом это как бы куриное филе первой категории открыла его в 1946 семья и до сих пор это семейный бизнес и вообще это довольно уникально что спустя 75 лет существования бизнес до сих пор держит одно семейство при этом бизнес он уже международный важной фишкой чикфиле было то что спустя 15 лет существования бизнеса а как вы понимаете это вот 60-е годы они нашли способ готовить чикен бургер с такой же скоростью как гамбургер то есть понимаете в гамбургере тонкая мясная котлета из фарша которая быстро прожаривается а полноценная куриное филе жарится дольше и вот тогда они нашли такую печь которая может изготовить чикен бургер достаточно быстро они это все дело запатентовали и это была революция в деле изготовления куритых бургеров из интересного хочется сказать что они прям конкретно консервативные они католики при этом убежденные настолько например что закрыты по воскресеньям чикфиле реально не работает один из дней недели представьте сколько денег они теряют а еще они открыто не поддерживают лгбт браки и вообще лгбт во все эти вот месяцы гордости и другие американские акции чикфиле стоит особняком потому что опять же они убежденные католики и не собираются с этим вообще никак ассоциироваться к вопросу о свободе слова и что еще интересно с девяносто пятого года у них появился маскот они продают курицу называются куриное филе первой пробы а маскот у них корова это вообще по моему супер остроумно но фишка этих коров в том что они агитируют за то чтобы люди ели больше куриц а тем самым меньше коров это реклама настолько размемилась что сейчас они даже продают разный мерч с коровами по сути это элитный кефас чем элитность понять сложно но тут в первую очередь про качество ингредиентов здесь есть своя картошка вот такой вот необычной формы это чисто чикфилешная фишка также как выглядит бургер ну не сказать что впечатляюще ну да то есть как бы трудно поверить что это что-то уникальное но однако же здесь и само заведение по уровню и по уровню цен и по качеству ингредиентов это на шаг наверх от кейси но самое крутое это конечно чикфиле соус есть даже мем про чикфиле соус который стал очень популярен в америке он выглядит так и собственно суть этого мема в том что девочка очень удивлена что клиент не собирается врачи филе соус потому что он типа супер прям классный и он действительно вкусный на самом деле ну скорее всего это является такой своеобразной смесью сырного соуса горчичного и немного паприки действительно очень вкусная штукенция он кстати здесь даже отдельно в магазинах продается именно соус чикфиле и вот не сказать что отличие от кейси или папайс какое-то колоссальное но при этом вот что точно хочется сказать что такая же котлета в тех заведениях было бы гораздо более масляная здесь все-таки вот какое-то ощущение что не то что ты прям в разряд healthy food ушел от fast food а ну как будто небольшой шажок туда сделал и на том спасибо и несложно провести аналогию с five guys потому что это тоже место преимущественно деревянное тоже в красной выкрашены трубы красно-белый дизайн и это классические бургеры без всего лишнего за все было отдано 14 баксов из интересного в меню не так много но вот вам например чикен бургер с бисквитной булкой который вы можете взять на завтрак или вот например скрэмбл с покрошенный в него курицей которым тоже позавтракать можно ну американский mac and cheese а также несколько супов в один из которых покрошен сушеный тако а еще у них даже продаются чипсы собственного производства и конечно товарищи чиквиле порции гораздо меньше чем five guys и вообще но они не сумасшедшие вы видели что ну небольшая картошка но небольшой бургер но я вот поел я обожраны вот реально что я вам рекомендую для того чтобы у вас было получше здоровье не обжирайтесь не надо я не знаю кому это больше вам или себе говорю но чуваки это ключ ко всему самому главному также говоря про аналоги мака нельзя не упомянуть про вендис они знамениты своими остроумнейшими ответами в твиттере интересными рекламными кампаниями квадратными котлетами и вообще мне как вот бренд вендис нравится и фастфуд неплохой но к сожалению здесь он чаще относится именно к дешевому сегменту поэтому как правило посидеть в индисе нельзя хотя вот в этом можно чуваки цифровой гулаг наступил я засунул себя сюда карту apple pay не было ничего не было и он по карте узнал что меня зовут михаил и такой ждите заказ михаил создатель вендис работал во франшизе киевси и купил он франшизу киевси у того самого полковника сандерса собственной персоной и в этой франшизе достиг большого успеха после чего обучившись ресторанному бизнесу ушел из нее и в 1969 открыл первый вендис собственно название вендис взята от его дочери его пятой дочери которую звали не венди ее звали мелинда и американцы произнесли бы это как милэнда а она сама не выговаривала м поэтому получалось венда и собственно от венда получились бургеры венды то есть вендис особенных пунктов меню вендис не было но были фишки по качеству то есть бургеры стоили дороже чем в других фастфудных но предлагали как бы более крутые ингредиенты и чтобы это подчеркнуть они например делали квадратные котлеты они говорили что они не обрубают края у котлет и к тому же как бы вот свои качественные ингредиенты в виде мяса тем самым больше выставляют на показ потому что они вот мол торчат из бургера самого начала кроме бургеров они подавали чили и замороженные напитки здесь то называется frosty drinks то есть но но тоже замороженные как бы ледяные как будто это вот крошеный лед внутри не знаю как это по-русски сказать франшиза вендис быстро разрасталась и вскоре они добавили картошку которую мы все знаем как крошка картошка судя по всему самого начала эта фишка пошла именно от вендис и на том же самом напирании на качество была основана их самая известная рекламная компания которая называется where is the beef то есть где мясо и в этой рекламе бабушка кстати русского происхождения орала эту фразу намекая на то что у других производителей мясо в бургере слишком мало и она даже вот не выходит за границы булочки и и даже не видно этой котлеты так где мясо вот кстати такие автоматы по заказу газировки они безусловно крутые тем что в них есть очень много разных опций но один раз такое установили в университете и видите вот тут маленькую черную точечку фишка этой точечки что эта камера которая естественно вас снимает сложно объяснить для каких именно целей но один из университетов америки однажды добился того чтобы такой автомат убрали мол потому что прайваси вообще по итогу про личные ощущения от вендис я ничего особенного сказать не могу потому что во первых я их свое время ел когда они были в москве после этого я их ел когда я жил в грузии и в общем но это действительно вкусно я не могу сказать что это прям гораздо круче макдональдса но бургеры у них разнообразнее гораздо больше выбора и как дополнительная фастфудная опция мне вендис нравится картошка вкусная сырного соуса нет из интересного в меню могу отметить претцель беконатор претцли это вот такие вот печеньки которые довольно популярны в америке как такой снэк пиву и не только и здесь вот мол такая корочка у него хрустящая как у этих самых хрустящих претцлей дальше есть салаты в том числе салат стака есть тот самый чили который вот сам возрождение в эндисе и также та самая картошка в разных опциях на завтрак можно взять бургер из круассана или вот например палочки из французских тостов если макдональдс как будто просто занял свою нишу и ему больше не надо стараться и можно на все забить такие все будто бы просто проигрывает без всяких но вообще под этим то есть вот не знаю может это реально только в нью-йорке такая ситуация но здесь очень мало киевсе блин чуваки как еще жалею что я иду фастфуд они вот в это вот заведение очень мало киевсе вообще в нью-йорке их почти нет и те кто киевсе выигрывает в гонке за куриный фастфуд это папайс я знаю что они недавно появились вроде в казахстане а там делают на них обзоры говорят что блин немного вкуснее в киевсе но глобально отличие на самом деле не очень много это реально прям киевсе с другим дизайном и чуть-чуть другим ассортиментом создатель будущего ресторана папайс управлял франшизной точкой в которой продавались пончики после чего в его штат пришел киевсе и тот заметил что . киевсе зарабатывает гораздо больше чем его пончиковая поэтому он решил вступить в конкуренцию в 1972 году он открыл первый ресторан и назвал его chicken on the run то есть курочка на бегу но успеха не имел никакого потому что действительно вступал в прямую конкуренцию с киевсе но после этого закрылся переименовался в папайс добавил луизианскую как бы патриотическую эстетику и сделал курицу острее что тоже соответствует традициям штата при этом в имени папайс нет вообще никакого смысла потому что вот есть знаменитый папай который любит шпинат но он появится в рекламных кампаниях сильно позже просто тогда был популярный фильм в котором главного героя детектива звали папай и создателю просто понравилось слово собственно он его взял и по идее в английском языке перед с должен быть апостроф то есть как бы место папая папа его место но он его не добавил после чего отшучивался что в те времена у него просто не было денег для того чтобы вот купить дополнительную запятую создатель папайс эл колпленд был вообще очень странный мужик например один из своих здоровенных домов он украшал на рождество с таким усердием что в общей сложности использовал более миллиона огоньков это стало местной достопримечательностью люди реально начали ездить чтобы посмотреть на этот повер украшенный дом их было настолько много что в районе создавались пробки за что на колпланда подавали в суд его соседи собственно когда герой мультсериала папай обрел свою популярность папайс выкупили права на его использование и довольно много раз он появлялся в их рекламе это все интересного что можно про их рекламные кампании сказать а вот зато и от колпланд их создатель это гораздо более интересный фрукт потому что однажды он чуть не убил свою компанию дело в том что в какой-то момент они были третьими на рынке куриного фастфуда сразу после киевси и чертс и дело в том что эти чертс они обладали вдвое большим количеством фастфудных точек но при этом делали почти те же деньги то есть бизнес откровенно загибался но эду приспичило их жестко победить и он сначала решил их выкупить за большие деньги ему отказали после этого все же согласились на слияние с ним но тоже за огромные деньги после этого слияния со слабеющим конкурентом он объявил банкротство собственно в 2008 году он вообще ушел из жизни и сейчас всей этой замечательной франшизой владеет бургер кинг одна из важных фишек папайс видна уже отсюда что здесь есть крылья я видел как тот же поперечный очень жаловался что мол в киевси здесь крыльев нет но вот в папайс есть я не знаю я честно говоря небольшой фанат именно просто жареной курицы я больше по бургерам но здесь есть вот множество вариантов на разных специфических соусов вот медовый барбекю ghost paper это видимо супер острый перец signature hot это как бы фирменная острота кисло-сладкий и жареный чеснок с пармезаном и вот есть такие все это кентукки фрайт чикин здесь луизиана чикин два штата сражаются за производство курицы и по крайней мере в масштабах нью-йорка луизиана побеждает вот собственно это не самый классический бургер потому что самый классический прям скучный здесь более прокачанная версия с беконом и сыром сыра даже не самый обычный вот этот вот американский плавленый а какой-то чуть-чуть с изъебом какой-то он вот такой вот более солененький что скорее приятно также достигнута конечно превосходное сочетание вот эти вот соленых огурчиков мазика и курицы совершенно прекрасно но гораздо более жирно чем в чик филе вот именно по сравнению с этим понимается разница почему чик филе это какое-то заведение на класс выше потому что здесь прям жирный ужасный бургер но вкусный картошка при этом насыпано прям в пакет не знаю не кончились упаковки просто покер вот но она в какой-то такой специфической песочноватой панировки и с какими-то специями своеобразные не сказать что самое лучшее это же на вкус в картошке 4 литра масла она но такая специфическая и при этом место вот в котором я сейчас сижу она конечно прям подзасранная не сказать что каком-то особенно хорошем районе манхэттена и это сказывается и наверное из всего ролика это самое засранное место в котором я был справедливости ради на таймсквере у них чисто но вот не на все заведения хватает хотя я уверен в киевсе было бы грязнее да и по соусам все очень мрачно те могут предложить вот в таких упаковках кетчуп или мазик который ты нальешься вот так в пакет и будешь есть свою картошку интересного в меню не так уж много но например есть картофельное пюре также есть креветки которые можно смешать с крыльями и стрипсами и всем остальным вам это все привезут в огромном боксе и еще бадр милк бискетс ну бисквиты соответственно булочки а бадр милк то есть масляное молоко по-русски переводится напрямую как пахта и пахта это субпродукт создания сливочного масла иными словами американская сгущенка вот еще одна фишка папайс это бисквиты с американской сгущенки ох это несравнимо охуенное ощущение как будто только что съел кирпич еще отмечу специфический плюс папайс в том что здесь есть минут мэйд я никогда не видел минут мэйда нигде в россии и вроде бы даже в европе но я в европе не особо искал минут мэйд крутейшая по моему мнению американская газировка это такой кисловатый лимонад конечно же там тоже очень много сахара но по моему вообще самая вкусная лимоненькая клевая за вот этот вот обед в папайс я отдал 12 долларов и это при том что это самый выебистый бургер из возможных то есть комбо с обычным можно было бы взять ну типа за 10 что мега дешево для нью-йорка и на этом месте ролика хочется отметить что американцы несмотря на то что очень любят фастфуд и все еще обеспечивают огромным количеством бабок все вот это вот обилие заведений они уже очень давно очень активно задумываются над тем что как-то мы жестко пережираем и как-то пережираем мы очень плохой еды а поэтому вот видос про салатные заведения в нью-йорке не собрал бы много просмотров но я мог бы сделать такого же реально размера видео про разные заведухи в которых предлагают здоровую еду это чаще всего боулы но если одним словом описать это реально салаты там вот максимум какого-нибудь риса или булгура положат но большую часть вашей тарелки будут составлять именно овощи и еще отмечу что спортзалы на манхэттене это самые заполненные спортзалы в которых я когда-либо был а знаете что еще заполнено мой инстаграм невероятным стилем да переходить в мою запрещенную в россии социальную сеть инстаграм и там я шикарные посты почву и восхипиздрительные исторки а еще у меня есть закрытый паблик с разной музыкой кинищем и книжечками в код который 5 баксов через патреон или 350 рублей через бусти а еще у меня есть закрытый чат в тг фокус группа сейна вход в который по старшей подписке будет стоить вдвое дороже но зато туда я выкладываю иногда ранние версии роликов иногда какие-то мои дизайны иногда какие-то мои творческие наработки общаюсь со своей аудиторией лично тет-а-тет а на этом все спасибо что ты смотрел ты знаешь где кнопка подписки а